И так, для приветствия я хочу предоставить слово заместителю министра энергетики Российской Федерации Сорокину Павлу Юрьевичу. Спасибо большое, коллеги. Надеюсь, меня слышно. Очень важная тема. К сожалению, не могу присутствовать очно, но, как вы уже правильно сказали, очно-заочный формат позволяет нам постоянно оставаться на связи и получать информацию, обмениваться опытом, ну и, собственно говоря, всячески взаимодействовать, несмотря на ограничения на передвижение и плотные графики. Что хотелось бы сказать по данной тематике. Тема накопителей сегодня является одной из основных вообще мировой энергетической повестки. Как мы очень хорошо знаем, зеленая повестка, зеленый курс, который выбрала Европа, ну и, собственно говоря, к нему сейчас присоединяются все больше и больше стран. Он является неким современным трендом, который направлен на сохранение тех климатических устоев, тех климатических норм, которые позволяют нормально существовать человечеству. Но зеленая энергетика, зеленая и безуглеродная энергетика, она в целом невозможна без эффективных промышленных систем накопления энергии. Потому что, как мы все хорошо знаем и видели на примере достаточно большого количества случаев и инцидентов, как вот недавно самый такой один из показательных был в Техасе, без систем накопления энергии. Зеленая энергетика сама по себе сталкивается с достаточно большим количеством трудностей. Сегодня много проблем уже решены. Мы видели стоимость аккумуляторов, как она, собственно говоря, за последние 10 лет упала в разы. Но для того, чтобы сделать это экономически целесообразным и выгодным, во-первых, должен существенно расшириться масштаб, во-вторых, еще больше должна упасть цена. А это означает совершенствование производственных технологий, это означает совершенствование сборки, это означает удешевление материалов. И это все достаточно нетривиальные задачи, они непростые. То есть очень легко нарисовать график снижения стоимости батареи, но гораздо труднее это все сделать. И здесь на первый план выходит, собственно говоря, роль России, потому что мы сегодня являемся одним из мировых лидеров энергетики. И наша задача — сохранить лидирующие позиции, будь что на традиционном рынке энергетики или же на новых таких рынках, как водород, как те же самые промышленные системы накопления энергии, ну и, естественно, в части возобновляемой энергетики. То есть вы знаете про программы поддержки возобновляемых источников энергии, буквально вот недавно была утверждена правительством на 360 миллиардов рублей. И далее данный сегмент будет развиваться. Но система накопления энергии — это то, чему следует уделить особое внимание. И здесь мы пока находимся, скажем так, не в начале пути, но в той точке, с которой нам предстоит кратно ускориться. И для этого потребуется взаимодействие в различных ведомств, естественно, это Министерство энергетики, Министерство промышленности, Министерство экономического развития, Министерство транспорта. Не только для того, чтобы создать данные системы, но и для того, чтобы эффективно встроить их в цепочку потребления. Будь то в промышленности, будь то в энергетике и в сетях, или будь то в части транспорта, зарядной инфраструктуры и самих транспортных средств. Поэтому нам предстоит очень большая работа в условиях ограниченных ресурсов. Поэтому здесь хотелось бы максимальная координация между участниками и максимальное исключение задвоения функционала, задвоения проделанной работы. Потому что у нас, к сожалению, нет права и нет места для ошибки или для неэффективного использования тех ресурсов, которые у нас имеются в распоряжении. Поэтому я бы хотел бы участникам сегодняшнего мероприятия пожелать эффективной работы, пожелать, собственно говоря, обменяться мнениями и обсудить не только новые тренды и веяния, а именно в конструктиве понять и в конструктиве обсудить, как нам в эти тренды встроиться и какую часть, какие сегменты мы можем, собственно говоря, эффективно разработать в России. А Министерство энергетики, Министерство промышленности и торговли, мы, собственно говоря, будем всячески способствовать созданию системы, созданию экосистемы для продвижения этих процессов. Спасибо большое.